Свой 20-летний юбилей отметила Кумертауская писательская организация. В ровно столько лет жители города радуют своим творчеством созвездие талантливых поэтов и писателей. Сегодня они принимали поздравления на литературно-музыкальном празднике. На вечере вспомнили тех, кто стоял у истоков о творческом пути поэтов и писателей, об итогах работы за два десятилетия. За годы работы нашей писательской организации города Кумертау и Куриказинского района выпущено всего 89 книг. В том числе 4 сборника. Они, конечно, очень толстые, хорошие сборники. В каком, значит, это 25, в другом 30 авторов. Старались мы, конечно, больше включать, чтобы никого не оставлять. И в том числе один справочник. Мы в год литературы в 2015 году выпустили справочник писательской организации. Писательская организация Кумертау была создана в 1996 году на базе литературного объединения «Кумертауские мелодии». Объединением руководил Салават Каримов. Ныне он является членом Союза писателей Республики Башкортостан, главным редактором и директором журнала «Учитель Башкортостана». Тогда он был заместителем редактора газеты «Путь Ильича». Сейчас Кумертауская организация – единственное такого рода муниципальное объединение в республике, отмечает он. На муниципальном уровне у нас только в городе Кумертау организована, пока на данный момент, такая творческая организация. Спасибо администрации города Кумертау, спасибо администрации Куиргазинского района. Они вот два кита, скажем так, они здорово помогают. С образованием писательской организации работу возглавила поэтесса Зубаржат Янбердина. С 2001 года по сегодняшний день ответственным секретарем объединения является член Союза писателей Российской Федерации и Республики Башкортостан Кендикали Абдулин. С ним плечом к плечу все эти годы работают единомышленники, в их числе Закир Акберов. За годы творчества в издательстве «Кита» вышли в свет его девять произведений. Закир Насырович пишет на татарском языке. Именно на родном языке наиболее точно можно передать свои мысли, говорит он. Сегодня он поздравил коллег с юбилеем от имени Совета ветеранов. Параллельно с опытными мастерами слова первые уверенные шаги делает и молодежное творческое объединение «Клик». Писательская организация оказывает нам содействие не только духовное, но также помогает нам и делами. В скором времени у литературного клуба «Клик» выйдет альманах. И, соответственно, это все было при поддержке писательской организации, которая помогала, наставляла нас на какой-то путь, указывала на какие-то ошибки. И, соответственно, вместе с ними молодежь нашего города развивается и действует исключительно в правильном творческом направлении. В этот день хотелось бы им пожелать, конечно же, добра, счастья, здоровья. Ну и что еще нужно для творческих людей – это, конечно же, вдохновение. После издания книги писателей в первую очередь попадают в библиотеку. Так зачастую библиотекари являются первыми читателями и критиками произведений. У нас в писательской организации общие цели и задачи, говорит директор Централизованной библиотечной системы Альфияша Мигулова. Нас с ними связывают такие темы, как читатель, слово, книга. Мы часто встречаемся в наших библиотеках, проводим самые различные мероприятия. И это не случайно, потому что книга, вновь вышедшая в свет, сначала приходит к нам в библиотеку, и отсюда она начинает свой путь в жизнь. И от нас зависит, найдет ли эта книга своего истинного и преданного читателя. Еще раз вам успехов, вдохновения и как можно больше хороших книг. В этот день со сцены звучало много поздравлений. В сале Дома культуры «Рассвет» собрались писатели, поэты, ценители художественного слова, учащиеся школ. О вкладе писателей в культурную жизнь города говорила в своем обращении начальник управления культуры Татьяна Лихачева. Поскольку писательская организация объединяет мастеров пера города Кумертау и Куиргодинского района, приехали поздравить и соседи. Мы по праву можем гордиться, что творческим ядром вашего коллектива является прияда талантливых поэтов, прозаиков и драматургов, явных самобытных мастеров художественного слова, которых металла и возрастила Татьяна Лихачевская земля. От всей души желаем вам ветку здоровья, вдохновения, реализации новых творческих идей, успешных плодоборной работы, счастья вам, процветания и благоприятные перспективы. Глава администрации о жизни, а хотят в нашу подметку. Каждое поздравление сопровождалось творческими номерами артистов города Кумертау и Куиргодинского района.